Друзья, я уверен, вы не раз задумывались, как выгодно продать или адекватно оценить ваши находки. В этом всем вам поможет аукцион и форум Виолити. Это международная интернет-площадка для активных кладоискателей, коллекционеров, ценителей древности и любителей интересных и неординарных артефактов истории. Ссылка на аукцион и ютуб канал Виолити в описании под видео. Приветствую, комрады, приветствую, ютуб. Вот такой чудесный утренний лес. Вот приехали мы сегодня вчетвером. Вот там Антон мешает мне снимать приветствие для вас. А там дальше Юра и Андрей. В общем, ходим уже где-то часик. Ребята, у меня были находки, но совсем никакие, можно сказать. Это вот, получается, две вот такие гильзы, кусок взрывателя и кусок меди. Тоже, может, со снаряда, может, еще чего-то, не знаю. Но медь цветная, поэтому забираем. Ну а только что, ребят, вот с этой ямки, получается, приличная глубина была. Как раз то, что нужно. Попалась и такая находочка. Это комрады с небольшими утратами, хазарский ножик. Вот здесь я его лупанул, ну не сильно, стесал просто ржавчину. А вот такая находочка. Ну, ничего, будем искать. Может быть, древлятинка попадется. Вот по рации Юра уже сообщил, уже поднял белончик, там еще какой-то советик. О Андрюхе не знаю, Антона пару советиков тоже уже есть, ребят. Но у меня пока только вот такой вот древний ножичек. Но все равно находка интересная. Вот, ребят, ну места эти изрядно-изрядно выбиты. Но есть здесь прилично мусора, поэтому полностью это место в ноль не выбишь в любом случае. Как не приедем, так здесь какие-нибудь находки у нас попадаются. И что самое главное, для теперешнего времени, этот участок леса, он практически, ну, не сильно заросший травой. Вот видите, да, островки есть такие, чтобы прям, ну, вообще не пройти. А так, в принципе, ходить можно и ходить комфортно. А хотели мы поехать в другое место с ребятами. Там, получается, жопа полная, ребят, травы в пояс, в колено. В общем, пока только жара не спалит ее, тогда только ходить можно будет. Ну все, есть такая находочка, копаем дальше. Камрады, попалась не первая монета, да не простая, а вот такой чудесный дистончик 1934 года. Сохранчик вообще приятный, ребят. Да-да-да, хорошая монетка. Что она там по каталогу, Антох? А я еще помню, я еще гривневые помню каталогу. Ну да, ладно, потом посмотрим. Приятно, приятно, хорошая монетка. Вот, ребят, совсем сверху мне попадается вторая монетка. Эх, подубитая трешка 1931 года. Ранняя монетка. А вот такая вот. Да, Тоха, я здесь. Такая трешечка. Эх, жаль, сохранчик подкачал. А так монетка. Весьма хорошая погода. Ребят, вот, камрад Антон, вот такое чудо поймал. Сейчас мы его сфокусируем. А ну-ка. Сейчас выпорху. Оп. А вот, говорит, бегал, да, под ногами? А вот, может, гнезда выпал, а может, не гнезда. Да, вот, какой-то птиц непонятный. Ну вот. Давай отпустим, посмотрим. Мотается быстро. Опа. Опа, оба, оба, оба. Он в шоке. Смотри. Да, сейчас живности по лесу всякой разной. Полным-полно. О, но это легкая добыча для какого-то хищника. Ничего не подделаешь. Естественный отбор. Ребят, у меня третья монетка попалась. Третья монетка, это трешка 1943 года. Вот такой сохранчик приятный. Вот это я понимаю. Протер, и в огнях монеточка. Отлично. Хоть что-то стало попадаться. Тут скоро жара уже начнется. И нам придется уезжать. А я вроде только расходиться начал более-менее. Ладно. Пока есть время, не теряем. Ребят, очередная трешечка. 1946 года. Ходовой год. Но сохран весьма, весьма приятный. Ох, какой сохранчик. Красивая монетка. Золото партии. Она живая? Ну, пойти ей. Сейчас, если выпрыгнуть, не обостричь. Блин. Видно? Живая, смотрит. Ну, такая я ж тебе. Яйца закрыла, и все. Я вон, нога моя. А, так ты почти наступил на нее? Да. Вот так, ребят, по лесу надо ходить очень аккуратно и очень внимательно, чтобы желательно эту живность не потревожить. Ну, вот видите, до этого был какой-то цыпленок непонятный. И теперь такая курочка сидит, замерла, не шевелится, охраняет свое потомство. О, с места не сдвигается. Ну, мы уходим, мы уходим. Интересно, конечно, наблюдать за всем этим, ребят. Ну, явно, явно там гнездо. И, скорее всего, там уже птенцы должны быть вылуплены в это-то время. Да не, она бегала. Думаешь? Может, маленьких прикрыло просто. Июнь месяц. Как-никак. Глаза вылупила, бедная птица. Ну, и тут мы вокруг нее. Вот так вот. Раздулась вся. Закрыла кладочку. И все. Монетка, комрады. Не вижу. 45-го. Здесь копеек. 45-го вроде года. Ну, да. В сохранчике. Приятно, приятно. Места довольно-таки хожаные, ребят. Эти. И сюда, как ни приедь, все равно мы находим монетки. Иногда больше, иногда меньше. Но поднимаем. Это классно. Вышли на вот такое местечко. Пока только мусор. Ничего интересного. Тут маленько нашел такой поспевающий земляники. Основанная еще вся зеленая, ребят. Земляничка. Ну, попадаются такие, знаете, слегка подкрасневшие ягоды. Я скушал пару штук. Вкусная. Классная. Солнце уже в зените, ребят. Скоро будем, наверное, собираться домой. Жарко. Фух, ребят. Это я там искал, получается, земляничку в тени. А вот здесь вышел на солнце. А здесь ее просто море. Вот так вот. И смотрите на ее размерчики. Как вам? И тут ее полно просто. На солнце уже вызревает. Поспевает. А может это и не земляника вовсе. Может это клубника просто одичала. Не пойму, что-то для земляники слишком крупное. Хотя все может быть. Вот такие ягодки. Сейчас подкрепимся. Так, ну все, комрады, закончили мы наш сегодняшний коп. И такой у нас общий обзор находок получается на четверых. У Юры вот в такой хабарнице. У него сегодня больше всего хабара. Вот такие вот трешки. 30-й, 31-й, 32-й. Зачетный белончик 27-го года. Дистончик тоже попался 34-го. И вот такая вот симпатичная штуковинка. Смотрите. Чего это такое? Подвеска какая-то что ли? Ну видно, что вещь старенькая. Юра помыл ее. Вот камней нет. У камня как будто кто-то выколупал что ли. Еще вот такая штучка попалась. Но это уже советская какая-то бижутерия. Это у нас у Юры после реформа. Так. У Андрюхи жетон. И советики. Самый ранний это копеечка 29-го года. Классный сохранчик у копеечки. Пойдет. У Антона значок ГТО. И самая ранняя 15-ка 31-го. Да, Антон? Вроде как так. Вот. У меня вот такие монетки. В принципе, вы видели все. И два ножа. Один древний, другой современный. Ну все, камрады. Такой коп получился. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся на канал. До новых встреч. Разбирай, кто налетает, кто еще. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Субтитры сделал.